В литургической тетрадке написано «После повествования страстей Христовых следует, если уместно, краткая проповедь». А проповедь уместна всегда. Насчет краткости я постараюсь. Сегодня в первом чтении мы читали книгу пророка Исаии, 50 глава, с 4 по 7 стихи. И это одна из так называемых песней «Раба Господнего». Пророк Исаии, как бы сейчас мы сказали, имперсона Кристи от лица Христа произносит некие пророчества. Вообще в день торжественного входа Господа в Иерусалим возникает вопрос, зачем он это делает? Зачем он идет туда? Зачем он садится на осла? Я когда-то читал про английского короля, будущего английского короля, Эдуарда I. До того, как он стал королем Англии, он попал в плен к Симону де Монфору. Естественно, с ним обращались как с пленником ценным, аристократичным. И он задумал довольно дерзкий план побега и легко его реализовал. Он спросил, может ли он покататься на лошадях стражников. Ну, ему разрешили. Ну, он сел на одну лошадь, покатался. Говорит, нет, что-то это не очень хорошая лошадь, дайте другую. Значит, покатался на следующей. В общем, он покатался на каждой лошади, и когда сел на последнюю, пришкорил ее и сбежал. А остальные лошади уже слишком устали, чтобы броситься в погоню. Для чего тебе лошадь, можно было бы спросить будущего короля Эдуарда I. Для того, чтобы сбежать. Наверное, бы ответил он внутри себя, а внешне бы сказал, ну, чтобы покататься, конечно. Христос садится не на лошадь, а на осла. Для чего? Он не бежит от нас. Он едет навстречу своей смерти. И чтобы понять суть происходящего, надо обратить внимание на один очень существенный аспект. Христос до сей поры не принимал никакой славы от людей. Наоборот, он всегда пытался уйти и скрыться от славы. Когда он творил чудеса, он повелевал не говорить, не разглашать. Он скрывался. Если нужно было там исцелить кого-то, он старался отойти там в пустынное место или еще где-то. Почему? Он говорил сам. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому вся земная жизнь Христа была жизнью уклонения от славы, от почитания, от возвеличивания. Это совершенно понятно. Но в конце своего земного служения Христос решается войти в Иерусалим со славой. И кажется, что это событие идет вразрез со всей предыдущей жизнью Христа. Грядущий показывает тем самым, что именно он, долгожданный мессия, спаситель мира, он входит в Иерусалим и открывает то, что он есть истинный царь и властитель мира. Он мессия, которого ожидали тысячелетиями. Но и здесь все не так просто. Давайте еще раз прочитаем книгу пророка Исаии, 50 главу, с 4 по 7 стихи. И Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Итак, мы видим, что Господь идет навстречу смерти. Через триумф, через триумфальное шествие, Он идет навстречу смерти. И поразительно, что вот сейчас в соцсетях очень популярен жандр интервью. И кажется, что вот здесь пророк Исаия берет интервью самого Господа Иисуса Христа. И Христос отвечает на вопрос, зачем ему это? Ну, например, Исаия спрашивает, Господи, для чего облегся ты плотью? Для чего тебе дан язык человеческий? Господь отвечает, Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. И здесь для нас есть пример. Христос идет в этот мир, облегается плотью для того, чтобы в конце концов умереть на кресте и воскреснуть. Но походя Он подкрепляет изнемогающих. Для чего тебе дан язык? Чтобы подкреплять изнемогающего. Это урок для всех нас, потому что вот все чаще и чаще я задаюсь вопросом, для чего людям дан язык? Для того, чтобы проклинать, для того, чтобы плести интриги, доносы, для того, чтобы уязвлять, для того, чтобы оскорблять, для того, чтобы троллить, для того, чтобы подтрунивать, для того, чтобы унижать. Нет, Господь говорит, язык мне дан, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Господи, а для чего тебе уши? Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад. Вот, для чего у нас уши? Ну, конечно, сразу вспоминается сказка про красную шапочку. Бабушка, да, для чего тебе такие большие уши, чтобы лучше слышать тебя, дитя мое. Но опять там же у волка нечистая интенция, в конце концов он признается. Все это для того, чтобы съесть тебя, дитя мое. А мы можем задуматься, для чего нам даны уши, для чего нам дан слух, вообще способность коммуникации. Христос говорит, чтобы учиться, чтобы я слушал подобно учащемуся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад. Вот это очень интересный момент. Мало кто из людей любит учиться. Катехизацию проходить. Немногие готовы терпеть какие-то лишения для этого. Быть настойчивым в обучении. Идти, идти, преодолевать трудности. Все-таки учиться и поставить учебу Слову Божьему в главный свой приоритет в жизни. Но еще меньше людей, которые, учась, слушая Слово Божие, не воспротивятся и не отступят назад. Господь Бог, Слово, вторая ипостась Святой Троицы, не имел нужды в том, чтобы учиться. Поэтому, он говорит, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Ну, то есть, и то он не имеющий нужды в учебе. Он слушает Слово Божие. Он знает Слово Божие. Он учится. И он исполняет услышанное. Я не воспротивился и не отступил назад. Дальше. А для чего тебе спина, щеки и лицо? И Господь отвечает. Я облегся плотью и пришел в мир, чтобы придать спину свою, хребет свой бьющим, ланиты мои, щеки поражающим, и лица моего не закрывать от поругания и оплевания. Он пришел, чтобы пострадать за наши грехи. Мы боимся жертвовать малой таликой своего комфорта ради Господа. Мы часто не осознаем, что тела наши, вот, храм Святого Духа. И мы должны жить так, чтобы как минимум не грешить, как максимум светить имя Господне. Господь идет на крест. И если ему дано тело, он говорит, это для того, чтобы его избили, чтобы отхлестали по щекам, для того, чтобы плевали и ругались на меня. Вот я для этого пришел. Писание говорит, что мы должны переносить страдания. Мы не обязаны их искать. Страдания находят нас ежедневно, ежечасно. И вот здесь эти страдания нужно принимать открытым лицом. Судьба получается иногда так, как будто плюет нам в лицо. Обстоятельства, другие люди. Но Христос говорит, я держу лицо свое, как кремень. Я выстою. Все вокруг рушится. Но я буду идти вперед. Я не отступлю. И поэтому, собственно говоря, в конце концов, последний вопрос все венчает. Господи, да для чего тебе вообще все это? Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень. И знаю, что не останусь в стыде. То есть, я не изменюсь. Лицо мое, как кремень. Там даже гримас не пройдет. Никакая волна изменения. То есть, я совершу спасение. Я пройду до конца. Потому что я люблю вас. Из креста я прямиком отправлюсь в царство смерти и ада, одержу победу над ними, воскресну из мертвых, взойду на небеса, чтобы приготовить вам место. Иисус непреклонен в своем желании спасти нас. Лицо его, как кремень. Непреклонны ли мы в своем желании следовать за Христом? Вот в чем вопрос. Иисус въезжает в Иерусалим, чтобы даровать нам спасение. А значит, въезжает он не только в храм Господень. Он въезжает в наш дом. Приходит в наши сердца, в нашу жизнь. Приходит ли он туда как свой, как Господь или как гость? Что видит он в нашей жизни, в наших домах? Что чувствует? Как мы его встречаем? Начинается страстная неделя. И недаром она начинается с торжественного входа Иисуса. Он идет для того, чтобы пострадать. А чем встречаем мы? С нисходительными пожатиями плечами? Ну, дескать, тебе надо и входи. Или мы будем готовы отдать то, что есть у нас? Как люди, которые постилали одежды свои, потому что ничего не могли другого дать. Пальмовые ветви срезали. Ну что, это же небольшая ценность. Но хоть и это, хоть и это пожертвовать Богу. Входит Иисус в наши дома, в наши квартиры. Что видит он там? Может быть, какие-то языческие идолы у кого-то, обереги. Может быть, какие-то там оккультные вещи. Или, может быть, он увидит крест, иконку. Может быть, он увидит мир и согласие в доме. Или услышит ссоры и склоки бесконечные. Я хотел бы, чтобы мы молились сегодня. Господи, приди в наш дом, в нашу квартиру. Приди, чтобы нас спасти. Мы рады Тебя видеть. Прославляем Тебя у входа в наш дом. Прославляю Тебя в каждом человеке, который заходит в наш дом или встречается со мной. Прославляю Тебя на пороге моего дома, внутри моего дома. Обещаю каждый раз, когда Ты приступишь порог моего дома, в лице близкого мне человека или в лице нежданного гостя, Ты увидишь и почувствуешь то, что увидел и почувствовал, когда въезжал в Иерусалим. Радость, восторг и прославление. Со склоненными сердцами. И радостными лицами стоит встречать грядущего Господа. Ей гряди, Господи Иисусе, да воскликнет каждый из нас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова